их депозита. MakeMyBet. Лучшие ставки на киберспорт. Но сейчас у них есть шанс отыграться. Тем более, что у Maus Esports сейчас не самые лучшие времена, и это очень мягко сказано. Я честно признаюсь, что мне этот коллектив очень сильно нравится, я за него очень сильно переживаю, потому что эти ребята не распадаются, несмотря на все их неудачи, на протяжении уже очень длительного времени. Деньги залил. Такое не часто встретишь. И посмотрим, смогут ли они, скажем так, вернуться на свою волну в мире Dota 2. Осталось 10 секунд. Ну, а я напоминаю вам, друзья, про сайт SkinCoin, где вы можете обменивать ваши скины и сеты из инвентаря в Steam на валюту. Ну, кибер-криптовалюту, которая позволяет расплачиваться на сайтах партнеров, покупать другие скины, которые более нравятся вам делать какие-то ставки, либо оплачивать услуги. Поэтому можно прямо сейчас уже перейти по ссылке в описании, посмотреть, как оно работает, и уже начинать пользоваться, пока оно еще не столь популярно. И, в принципе, можно на этом немного навариться. Ну, и также, друзья, конечно же, мы напоминаем вам про сайт MakeMyBet, на котором вы можете делать свои ставочки на киберспортивные дисциплины. И, естественно, там присутствует именно эта встреча. А также по промокоду UCC вы получаете безвозмездный, бездепозитный бонус 7 евро. И поскольку были обсуждения в чате, я немножко позволю себе объяснить, что это такое. Вам не нужно вводить свои деньги на сайт для того, чтобы пользоваться и выводить деньги с выигрыша с этих 7 непосредственно евро. Ну что ж, будем смотреть. И, возможно, вы тоже сможете за этим последить и ту самую действительно ставку попробовать поставить. Главное только знать. Там есть ограничения по коэффициенту, но это все просто для того, чтобы проверить не обязательно. Если вдруг поймаете в лайве, то, пожалуйста, эти деньги потом можно использовать. Итак, эффекты начали с простого. Аппарат Войт понеслась. А что думать? А что думать-то? Что думать, мужики? Играет же связка. Аппарат есть, Войт есть. Что еще нужно для победы? Действительно. Ну и, опять же, отвечает на все это Маузи Спорт с Никс Ассином и Шэдоу Шаманом. Безусловно, вариативные герои, но пока синергии не наблюдается. То есть нужно смотреть, чем они будут связывать всех своих персонажей. Шэдоу Шаман с прекрасной тычкой с руки великолепно может гонять практически любого аффлейнера. Ему это не составляет труда, даже если встречается с Кентавром, он справится с этой миссией. Ну и Никс Ассин, сам аффлейнер с прекрасным регеном, который выдержит все возможные удары жизни и судьбы. Здесь же у нас еще небольшой контроль Сэнкин, который также может эпицентрам неплохо помочь своим союзникам, поэтому лишний раз лучше не подставляться, как-то вместе не находиться, иначе действительно подкоп. Эпицентр и сверху вас накроет куполом беспощадный воид. Ну пока действительно у эффектов все выглядит куда как проще и куда как стандартнее. То есть эта связка работает, она не ультимативная, скажем так. То есть она не выигрывает в 100% случаев, но при этом не столь сложна уже в исполнении, как это казалось ранее, наверное. Мы вчера видели опять-таки ту же самую ситуацию, где воид аппарат не особо смог как-то раскрыться в этом плане, и поэтому эффекты проиграли на третьей карте. Поэтому у них сейчас попытка на первой карте забрать себе это очко и уже забрав второе на следующий, спокойно потому что идти домой. Ну а Моузам нужно как-то этому помешать. Моуза будут стараться изо всех сил, но мы уже видим, что они больше тратят дополнительного времени, нежели их противник. И, видимо, то ли не совсем готовы, то ли заранее обсуждают все дальнейшие свои шаги. Брюмастер, пивка для рывка у нас появился. Ди, пожалуйста, подмени меня на ближайшую минуту, я пойду поплачу, да? Ты поехал к Моузаму? Я поехал к Моузаму разбираться. Какой брюмастер? Ну, ёкарный бабай. Ну, какой брюмастер? Я, к сожалению, не помню его второе имя, но именно тот брюмастер. Поэтому здесь неплохая позиция, что он может успеть разложиться в момент хроносферы. И это частично спасёт ему жизнь. Вопрос в том, что он будет делать потом, но, действительно, пик очень интересный. И многое можно здесь придумать. И я пытаюсь ещё что-нибудь положительное найти. Ну, всё, 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 я проплакался, и теперь можно дальше обсуждать этого самого брюмастера. Важно, на какую позицию этот брюмастер отправится. То есть сейчас могут как-то переиграть, возможно, Никса, отправить в ром на четвёрочку. Брюмастера поставить в оффлейн, и на нём не будет такого огромного груза ответственности. В целом герой-то рабочий. Просто никто не смог найти этот способ, как он работает вообще. Никто, да, пока что не получилось заставить его работать. Но, возможно, именно сегодня, именно сейчас, когда первая игра маузов, им нужно зарекомендовать себя в группе. И шансы, шансы, что этот брюмастер покажет себя с лучшей стороны. Queen of Pain в качестве мид-героя, скорее всего. Ну, в том-то и дело, что лучше, если мы комментируем маузы и спорт, то лучше всегда подстраховаться. Бывшие адпины могут удивить и спокойно поставить Queen of Pain в оффлейн, брюмастера в мид, и быстро закончить первую карту. Но будем верить, что всё пойдёт по классике, и Queen of Pain действительно отправится у нас на центральную линию. Здесь может обойтись, конечно, с сюрпризами, но пока вот, конечно, хотелось бы увидеть нечто более приземлённое. Ну как уже говорить о таком более приземлённом? Это Shadow Shaman, брюмастер. Смотри, давай с позитив. Найдём позитив, будем позитивно мыслить. Маузи Спортс показывает нам героев, которых мы ранее не видели. Справедливо. Поэтому отлично. Сегодня у нас ПА появилась впервые в предыдущем Best of 3. Уже, уже хорошо. Совершенно верно. По крайней мере, за этим будет интересно понаблюдать, как они попытаются реализовать брюмастеры. И если уж Спартан взял для своего коллектива этого персонажа нестандартного, значит, какая-то задумка изначально быть должна. Осталось 5 секунд. Ну, я думаю, действительно у них что-то подготовлено. Тем более, что Void-аппарат – это самая часто встречающаяся вся комбинация. И ВК с пиком уже против Void, который, в принципе, да, теперь может немножко просесть в этом плане. Но у них всё ещё есть таргет, за которым можно охотиться. Ну, в целом-то интересно получилось. У брюмастеров действительно становится у нас такой троечкой. И они, кстати, отправляются на четвёртую позицию. Осталось 10 секунд. Всё зависит, опять же, от того, как эффекты проведут первые свои вылазки совместные. Насколько хорошо получится им проводить синергию между их героями. Потому что у Maus eSports герои – райт-клик. Им не нужно комбинировать себя друг с другом. Они просто идут, нажимают правую кнопку мыши, периодически используют способности. Всё. Они выигрывают. А вот эффектам нужно тайминги подгадывать. Они работают от трансфера Void, от ультимейта-аппарата. И если что-то пойдёт не так, могут возникнуть проблемы. Естественно, это все условия при равном фарме. Если фарм там будет на 10 тысяч больше у кого-то, всё это не имеет вообще никакого значения. В этом плане уже очень большая задача для команды эффект – не дать нафармить Брюмастеру. Потому что, если у него начнётся хороший старт, он может выиграть мид-гейм. Если команда Maus sports выиграет мид-гейм, ВК выиграет лайт-гейм. Поэтому действительно эффектам нужно нарабатывать максимально быстро. Ну и опять же, последний пик от Arzik. Кого же они возьмут в мид для себя? Мне интересно. Посмотрим, инвокера можно вспомнить опять-таки под хроносферу. Смотрится достаточно уверенно. Против Квапы, возможно, не самая приятная позиция. Но, я думаю, эффекты справятся с этой задачей. Просто ты темпларочку не возьмёшь. Так же она себя очень проблематично чувствует против Queen of Pain. Мирану забанили, а Фонни тут уже не попрыгает. Героев мид не осталось. Но, на самом деле, конечно же, решили взять Лину. Но ещё больше дэмэджа, на самом деле, фроносферу Вайда. Там и станы полетят из задувки. Да и с правильной раскачкой по талантам Лина будет как просто тавр настреливать сумасшедшей скорострельностью. Ну что ж, посмотрим, насколько это будет получаться реализовывать. Действительно, здесь получилось так, что не самые обычные пики они есть. Это Лина тоже заходит не так часто. Буквально пару раз мы её встречали. Ну и Брюмастер – это первый на WCA. И на остальных турнирах я пока не могу ручаться со стопроцентной вероятностью. Но об этом нам скажут чуть позже. Да, возможно, какая-нибудь статистика по данному герою интересно залетит, если она вообще имеется. Может быть, какие-то интересные сборки нам Скайларк продемонстрирует. Именно он будет играть на этом персонажем. Вполне себе вероятно. Он должен был готовиться к подобному повороту событий и пытаться как-то сейчас оправдать наличие его вообще в пике. Просто если вспомнить вообще Эдфином, как они играли, вот когда они были ещё Эдфином, они как раз таки нестандартными стратегиями и пытались выигрывать. Нестандартными расстановками по лайнам. Просто этот коллектив, если мы возьмём именно игроков, а не организацию, он ярко вспыхнул, взлетел. Вот этот результат на Бостоне, все их сразу же поставили на пьедестал, а потом пошёл спад. И фанаты быстро растерялись. Ну и давайте мы пока представим вам коллективы. Начнём с команды Эффект. Ардик забирает себе Ancient Operation. Седой будет играть на Faceless Void. А Фониджу достаётся Лина. Кингер исполняет роль Сэн Кинга. Ну и Маг на Клакверге. Непосредственно их противник Маузи Спортс Портан играет на Shadow Shaman. Мадара будет исполнять на Райт Кинге. Ваг садится на Queen of Pain. Далее у нас следует Maybe Next Time, который исполняет на Никс Ассасине. Ну и конечно же Skylark будет играть на Бремастере. Ну и единственное очень многое лежит на его плечах. Будем смотреть как он тут же смотри. Вовсю полетели. Есть два стана, есть член тачи. Понимают, что очень сильные сейчас. Просто он кого подставит. Они нашли самый сладкий таргет для себя, который только возможно. Это будет Shadow Shaman сейчас. А если получится его догнать таки, они очень интересную позицию. Они остановились на хайгерам, где никого не увидели и сейчас все-таки стрелят. Они все правильно делают. Они, скажем так, все возможные подходы к позиции Спортана прочекали. Это фраг. Нужно отдавать просто Shadow Shaman и не идти сюда ни в коем случае. Даже ничего больше делать не знали. Просто один подкоп и с руки вчетвером затыкали. Своего оппонента Афоний же фраг забрал еще один бонус для мидера. А это большие проблемы впоследствии. Но на нижнюю баунти ровню все-таки смогли ее также отжать в Маузе Спорт. И, соответственно, преимущество стартовое разделится напополам по этой монетке. Здесь это, конечно, не так плачевно. Потерять баунти, как и потерять первого героя. Но впоследствии уже это все компенсируется непосредственно на игре. Темп игры, как вы его для себя реализовываете. Тем более, что если будет Мауз Спортс в один момент замедляться для ВК... Опять у нас четыре героя в Медлине. Я помню это кино. Оно плохо закончилось. Но это свап-полайно происходит такой без телепортов. Медлине пока помогает. Маби Next Time, конечно же, Queen of Pain гоняет Афоний же. И справляться с этой функцией он будет без проблем. А на бот смещается Мадара, который будет фармить против Клакверка. Посмотрим. Тут Афоний же проседает мне, что неприятно. Никс будет очень долго и постоянно мешать. И это может сказаться в определенной степени по фарму. Ну, а пока можно посмотреть на статистику матчей и просто каши. Мага чуть-чуть побольше игр, чем у Афоний же на линию. Совсем чуть-чуть. На 80. Ну да, если так глобально посмотреть, это все не особо критично. Но при этом очень хороший кодан. Стоит признать и бинрейт. При таком количестве игр 60% это действительно много. Умеет, умеет играть за краеву боли. Сейчас бы еще не подставится под агрессивный выход со стороны Сенкинга на боте. Практически Мага добили. Не хватает совсем немного дэмэджа. Не успевает отпиться фласочкой. И Маг живет, терпит боли. Ну вот уже сказывается. Это 70 единиц урона на Шдоу Шамане. И Маг вынужден отойти. Защищаться под базу. Чуть было не погибать из-за этого количества. Просто сурки его бил. И был чуть было не наказан. Ну и Мадара в этом был, конечно, приятным помощником. Однако успел кодами откинуться. И там только один мог закидывать. Здесь же есть подкопы сейчас от Кингера. Может быть есть. Сразу же, но откопы дотянется. Но пойдут ли? Не стали. Не стали. При этом стоял, естественно, Апсервер. На нижней руне у команды Маузи Спортс. Они видели эту самую перетяжку от Сан Кинга. И не стало это для них каким-то удивительным событием. На топе же Скайларк неплохо фармит. Не мешает ему здесь Сидо. Еще и Сидоу постоянно напаивают пивком. И промахивается он своими тычками. Да, здесь не так-то просто будет ему стоять какое-то время. Но вот чилинтач. И это немножко компенсирует ситуацию. Правда, все равно добивать еще не очень хорошо получается. Ну и что? Медленнее. Афонид же вышли на хосте и бежит сюда. Никс. Однако просто снова уходит под защиту обзора. Эффекты постоянно биты. Их харасят, но не убивают. И это трата ресурсов со стороны Маузи Спортс. Если получится хорошо огрызнуться эффектом такие вылазки, это будет для них позитивным, конечно же, моментом. Асан Кинг очень неплохо ловит на отходе. Здесь это верно. Поэтому тут лучше лишний раз по сливови сыграть. Тем более, что вы уже отдали ФБ и лишняя смерть вам совершенно сейчас ни к чему. Давать хороший старт соперникам точно не стоит. Тем более, что у них комбинация, которая с получением шестых уровней становится в разы сильнее. Ну вот, опять же, помним мы того самого Райт Кинга, которого хорошо, даже если возьмешь французеру и убьешь там. Первый раз он воскреснет. Ты там весь замедленный, товарищи твои замедлены. И мы понимаем, что в Райт Кинг, когда доберется до своего 18 левела, он уже может по два раза умирать за замес, если не больше. В этом плане, конечно, будет неприятно. И придется как-то контролировать ситуацию, пытаться выжигать ману. Может быть, Defusal Blade для Лины. Быстрый атак спид. Попытка выжить всю ману на раз. Ну, опять-таки, это все верно до 25 уровня. Да. Который Мадара, так или иначе, обязательно получит. По крайней мере, планы у него явно в этом направлении имеются. И с получением данного левела он вообще уже перестанет бояться кого бы то ни было. Поймали Клакверка. Он вроде бы шел генайд припапа. Итогу получает стан по голове. Куча демеджа. И Макс становится фрагом для Спартана. Мадара просто из-под носа украли лишнее золото. Ну, здесь пытались максимально быстро срубить, пока была в этом вообще какая-либо возможность. И неважно, кто забирает. Тем не менее, 1-1. Мало спорта сделает свой первый фраг на легкой линии. И если мы обратим внимание на крип статы, там у сил тьмы все куда лучше в глобальном плане. Клакверк сильно отстает по крипам. Да, он получает весь возможный опыт. И впервые только сейчас смог погибнуть. Как смог? Не смог выжить, наверное, правильно так будет сказать. А вот в медлине у нас выходит на Афониджи. Есть стан, но не попадает по Никсу. Есть телепорт, но поможет ли он? Можно прыгать дальше. Однако так без маны. С разворота полетел под коп. И пару ударов. Карапаса спасает. И Афониджи подставился на байт со стороны Никса. И погибает в ответ. Такое чувство, что у Лины сейчас не было бокового зрения абсолютно. Она видела только убегающего Никса Сассина. А то, что рядом присутствует Queen of Pain, вот это как бы забылось. Ничего страшного. Да, да. Страшно. Страшная позиция, конечно, здесь не стоит ни в коем случае отдавать это убийство на себе. Тем более, что ее спасли, грубо говоря. Но вот жадность взяла свое и план доказан. Мне просто интересно. Хорошо, Лина бы убила даже. Представим, Никса Сассина. Что дальше? Ты погибнешь от Queen of Pain и все равно преимущество у противника. Зачем? Тебя пришли спасать. Потратили телепорт. Сейф ТП. Все вроде бы хорошо. Уходи. Живи. Наслаждайся жизнью. Ну вот так вот женщины ведут постоянно себя. Ты вроде все для нее. Она все равно... Она все равно идет за каким-то Никса Сассином. Да, да. Не пойми что. Итак, опять очередная попытка от Никса как-то выйти. Выдать под коп в этот раз не получилось. Карапасы прожимаются, но мы подстаняли и отошли на себе раз. Ну и опять же преимущество, пускай и минимальное, пока по нетворсам сохраняется у команды Маузи Спортс. Топовые нетворсы у Лины и в целом можно там комплексно взнять непосредственно бремастера вместе с Райткингом. Кингер готов выходить на бот, но здесь уже три героя от команды Маузи Спортс подходит. Так же и Никс. Там еще и Никс и там еще и Вард, который Кингер этого видел. Поэтому тут они... А его мест нахожу не знают. Что-то будет под коп. В случае чего тут же сетка. Манаберн полетел. Не хватает только лишь ВК, но он сейчас подойдет, когда будут тайминги и еще один стан. Но тут под копы хорошие и слишком долго ждали они ВК. Ну, Райткинг, опять же, он не должен часто отвлекаться с линией. Он должен фармить ее, как мы много раз уже отмечали. Да и думаю, все это прекрасно понимают. Крипы на старте куда больше монет вам приносят, чем даже фраг, сделанный в лесах поблизости своим лайном. Совершенно верно. Здесь с этим нельзя ни в коем случае спорить. И, видимо, ВК решил, что оно того действительно не достойно перемещения. Ну, в любом случае, отогнали отсюда Сент Кинга. Он отошел, подлечился. И сейчас попытка от него уже выбраться, но его видят. Его видели и готовы ловить. Седьмая минута у нас подходит к своему завершению. И Кингер не то, что плохо отыграл. Просто он еще не реализовал себя настолько, насколько это возможно. А сейчас еще и погибнет. Подходит маг. Пытается как-то спасти своего товарища, но не получается. Да, выжиг ты ману Мадари. А праг все равно сделан. 1-3 и преимущество чуть больше тысячи становится. Там святыня и выжженная мана особой погоды не сделает. Ну, вот еще статистика насчет клакверка нам подоспела от наших статсманов. Один из сигнатурных героев имеет 74900 ММР и занимает 174 место в мире. В Европе, в Европе. Европа, это целый мир должен был выкрутиться ты. Но, действительно, для мага этот герой явно не в новинку и должен показывать он на нем свой максимум. Он пытается реализовать себя. Пока просто не та стадия. Немного клакверк здесь отыгрывает оффлейн. Он получает много левела и должен участвовать в комбинациях вместе со своими тиммейтами. Совершенно верно здесь. Это очень важно комбинации, поскольку у вас такой пик. Поэтому идите и комбинируйте. Но пока нет у нас у всех шестых левелов. Только лишь Лина и его это их получили. И поэтому пока некоторое время придется подождать. Даже Лина комбинацию не может прервать. Здесь выход на мага. Снова стан есть. Возможность слегка не апатайминга. Но есть контроль. Продолжают подкопы выдавать. Вот на хроносфера по трейм. А кто урон? В него будут выдавать. Слишком мало. Пока еще его у Седова. И просто отсутствие остальное уходит. Мадар начинает настреливать. Но замерзает от холдфита. И Седой убегает в ответ. Хотя, казалось бы, может потратиться. Но, конечно, шестой уровень. И блятьки снимут. В результате хроносфера потрачена в никуда. Есть подкоп. Почему отсюда не ушел Мадара? Мадары ультимейт. Да. Вы его убьете. И нужно будет убивать еще раз. Да. Уже, по-моему, на эту миссию идет Лина. Но кто-то пришел на помощь. А это Queen of Main. У которой есть ультимейт. Минус аппарат. Выходит Седой. Зайвейдил, конечно же, демок таймболком. Пытается. Пытается успеть Лина на всю эту драку. Но погибает также. Сынкинку уже слишком много. Заработали Мауз и Спортс. И только сейчас Афонжо подключается. Ей задувочка. Мадару можно пробовать убить. Но он слишком плотный. И они просто не бьют, не идут, не рискуют без суппорта. Нет поддержки. Размен 2 в 0. 6-1 уже в пользу команды Мауз Спортс. И пока немного все предикшены разворачиваются очень не в пользу. Мадаре чуть было телепорт не избили. Но он все неплохо сделал. Он занял позицию, где его было не видно. Ну и сейчас вроде бы собрались на нижнем лайне втроем. Его, может быть, попытаются пропушить. Но действительно, Мауз и Спортс заработали за последние полторы минуты инициативу в первую очередь. То есть 1000 золота, да, приятно. Но это не критически важный бонус. А вот тот факт, что они сейчас себя куда увереннее чувствуют. И уже противник начинает более, скажем так, ответственно подходить к драфтовым оппонентам. Мауза не просто повеселились, они еще и что-то спланировали. Да, свершу, наверное, но пока мы видим, что та самая комбинация не работает. И в тимфайтах за счет этого эффекта еще слабее очень сильно. Ну и на этом можно как-то сыграть. Пока еще видим, здесь нету. Про брюшко забыли, кстати, абсолютно. Да, брюмастер. Не хватает его в командных битвах. Ну как не хватает? Пока и без него справляются, вот в чем дело. Ну, он бы гораздо больше мог контроля внести, поэтому... А про него забывать не стоит. Он фармит блинг. И пускай стоит один на лайне, вот только сейчас у него приходит шедо-шаман. У него неплохие показатели по натворцам, он топ-3. И блинг этот будет более чем тайминговым. Да, в этом плане, конечно, будет проблема. То есть, ты вырываешься, замедляешь, а там уже дело за малым. Станов предостаточно, и от тебя никто не спасется. Ну, вроде бы перетягиваются на верхний лайн. Сейчас все вместе попытаются, возможно, поймать в очередой раз мага. Нужно все это делать через адское количество контроля, которое имеется в запасе у команды. Маузи Спорт подходит. Также здесь поблизости Никс Ассасин. И, в принципе, неподалеку к Queen of Pain. Можно будет еще и Т1 подсадить после успешной драки, если она таковой станет. Совершенно верно, поэтому дистанционно. Просто не рискует ничем. Ну, Faint поймали неплохо с прокаста. Лагуна минус. Пак на ровном месте. Серия из трех убийств прервана. Все, в нее отдали. Понимали, что любое секундное промедление может стоить, в общем-то, попытки убийства. И здесь просто решается, да, снова Ила. И попытка выиграть за счет этого времени. Промах, промах, промах. Измейки продолжают стоять, продолжают бить. Тут же катапульта. И башня, так или иначе, начинает падать. Глиф поражали, но это лишь временная проблема. Опять же, с этих Змеек получает Афонджи все-таки деньги. Забывать об этом не стоит, и деньги довольно серьезные. Если бы драка происходила где-то в лесу, и ты стоишь не на линии тогда, да, это проблема. Ты удивляешься, почему не заденайли. Да, там их трое человек стояло, и одна катапульта коварным своим рывком, так или иначе, удалось ей сделать. Ну ладно. Да, Кингар стоит, восстанавливает себе здоровье, и уже замахивался ультимейтом, и Санкин там дрогнул этот момент. Не хочешь ультимейт тратить? Лучше бы она его не потратила, возможно. Да, да. Но с другой стороны, 90 секунд. Ну либо сразу же выдавать вот еще в первый момент на медлине, но побаивался у него факт, что демэджа не хватит. Да, в этом плане не сильно лучше было сразу его раскастовать. Здесь же попытка Смокула с кем на Скайларк. Трансфера есть. Лучше не такой Никс Ассасин. Найс Бласт. Но тут прокаст не переживет никто. Будь то гремастер, будь то ВК. К нему пришлось ультимейт тратить. Удар. Весь хорошо врывается Макс через фукшоты. Также выбирается Никс Ассасином. Уже два убийства, и потихоньку-помаленьку эффекты реабилитируются на этой карте. Безусловно, преимущество остается у Мауза Испорт за чуть больше тысячи золотых, при этом пытаются пообуду как-то перехватывать крипов. Мадара фармит. Здесь стоит задуматься о лейте, и кто будет страшнее. Queen of Pain и Райт Кинг вместе с Брюмастером, либо же Войт, Лина и Вак Кверт. Успели тут немножко посадить Спартана, приходит уже Маг, и он добивает таки. А что до шамана, тем не менее, только-только вроде убивали сверху, и тут же подловили на телепорте Афониджу на мент-линии. Чему он так агрессивно себя вел, тоже не очень ясно. Посмотрим повтор. Ну и Брюмастер здесь делать ничего не успел. Но это та самая комбинация, которая читаемая, простая и должна работать, безусловно. И чего не отнять, отошел с Седой для того, чтобы просто прилетел Маг на футшоте и сбил тот самый телепорт. Совершенно верно. Поэтому сложим на низ, здесь он пытается посадить Кингера, но без центрей, без дастов пришли. Поэтому Кингер просто продолжает раздувать пески и прогоняет своих соперников отсюда. Ну, опять же, Скаллак перехватит линию, сейчас подфармит еще крипов. Нужны сейв ТП, если Кингер хочет здесь спастить живым, еще и вышку засейвить. Потому что рано или поздно мы уже поставили себе такую цель, товар-то в любом случае заберут. Потянется кто-то еще на помощь этим двум товарищам. Ну да, они смещаются уже на низ, клопа неподалеку, правда без маны, но возможно сейчас отопьют святыню. Она будет восстанавливаться. Да, и сейчас уже с маной, уже со змейками могут попытаться подойти разобраться. И тонко намекая и высказывая свои надежды, возможно с более лучшим ультимейтом Queen of Bane подойдет в следующую драку. Вполне себе вероятно, да. Тут это хотелось бы увидеть целенаправленно с героем. Контрольный ультимейт, они просто... Это размен, потому что на верхней линии ситуация полностью симметричная. Там четыре героя команды эффекта пытаются снести Т1, но они еще только на подступах. Там же Никс Ассасин в лесу сидит и... Сэндре поставили, Кингера нашли. Пока что визжен имеется, нужно продолжить контроль, а из бас в ответ. Тут уже и Кингера снова не находит. В следующих секунд у него будет Сэндшторм, но он просто подкапывается и бежит дальше. Однако Лават пускать не хочет, просто до конца его давило, пока он отсюда не скрылся. А там уже Никс Ассасин, кстати, перехватывать должен Сэнд Кинга. Он за ним обследует, а есть подкопы. Еще один блин от Квапы и все-таки минус Сэнд Кинг. Ну и с получительных моментов баунти руну он как и себе забрал. О, золото! И сразу же в таверну. С доставкой на дом. Есть размены, просто симметрично действительно действует команда. Тот самый гриф, выигрывать несколько дополнительных секунд. Ну и естественно по вышечкам ребята на равных остаются. Здесь особого преимущества не получили. Только за счет того, что Сэнд Кинг немного подставился. Не из приятных моментов, но в остальном продолжают они сохранять лидирующие Нетворцы за свои команды. С датом Лейна на первом месте, но следующие три строчки. Сотрём, примерно, максимум тысяча. Вот Войда имеется. Хроносфера готового лагуна и готового ультимейт аппарата естественно имеется. И сейчас можно попробовать навязать драку 5-5. Чего и хотят добиться эффекта. Но Мауза просто растягивается. По карте фармят и на боте могут подставиться непосредственно брюмастер вместе с шедоушаманом. Шедоушаман со змейками очень хотят попушить 2, но если они будут поставлены, это конечно куча фарма для эффектов. Да, Спартана здесь нашли. Продавать. Да, они в том случае не смогут. Даже если захотеть, Спартан погибнет, так или иначе. Но ушел зато брюмастер. Шедоушаман-то не тот герой, который может уйти на какой-то эскейп, безусловно. Кстати, посигналил Войда, по-моему, он заметил сейчас, что на него кто-то был неподалеку. И можно сейчас очень сильно забайтить на самого Седова. Ну, опять же, там Maybe Next Time прошел мимо, они видели всех героев команды эффект. Я сомневаюсь, что Мауза подставится на такую ловушку. Ну, хорошо. Разошлись, начался день, теперь есть информация об откуда. А вот Афониджи, это уже поприятнее. Но все равно нужен здесь Мадара, нужен тот еще с контролем. Ультимейт, вот так, решили обеспечить себе лишнюю крупицу контроля. Демеджа должно вроде бы хватать, Maybe Next Time даже не стал помогать. Приходит сюда Спартан, есть Хроносфера. А Седова, Душаман, запокусить как-то контроль. Сын Кинг вроде бы так же выдает Борус Страйк. Ответный контроль. Поставлены Змейки, поставлены Змейки на Седова. Но у Седова это сейчас будет таймволк, он просто уйдет. Там же поставлена сетка, неплохо. Контролирует Войда, Войда бьют. Заивайдел часть демажа. Приканулся и сейчас пытаются. Здесь Скайларк оправлельно убить. Утимейт закончился и атака провальная от Маузов. Здесь Чайкукшот есть. Также есть Эндилейшн в ответ. Но Блинк все еще был в наличии. Пытается спасти здесь стакк. Не получается у него более-менее уверенно. Под Смейки заводит своих и отступает. Здесь же готовы принимать бой. Но понимаешь, что сверху проблемы. Немного разрозненно действовали сейчас Мауза. Да, в Райткин все это время топу линию проносит. Он проносит уже Т2-вышку. Он там фармит. И, кстати, полетели Т2-то защищать. Да, только сейчас. Похватились. Тут уже половина вышки даже чуть больше упала. И Спейс Квейдли выкатушек. И проблему нашли у Никса. И Мэйденэкстайм все-таки погибает. Неприятная позиция под Вартер. Мадара вообще не боится никого. Такое чувство. И Стан забросил. Там четыре противника идет на одного в Райткинган. Говорит, я всех тут остановлю. Да, у него проблем нет. Есть у него Армлет. И Сулринг. Чувствовал себя прекрасно. Почти 7000 нетворцев. Вторая строчка в своей команде. Остановить фарм в Райткингу никак не смогли. Да и в принципе не пытались. Стоит это признать. То есть готовы бороться с ним. Со всеми возможными артефактами. И с хорошим левелом. Что для Райткинга критически важно для того, чтобы выигрывать игры. Да, в этом плане конечно еще у них есть определенные шансы. Но вот смотри. Появляется Orchid у Queen of Pain. Ответом на это Bloodstone для Лины. И чтобы Bloodstone зарекомендовал себя, нужно идти убивать снова. Ну либо же сейчас просто Моуза могут сделать этот артефакт просто бесполезным для Лины на ближайшие несколько файтов, если пару раз за подряд ее смогут убить. Звучит все очень конечно просто. Я уверен, что на практике все будет посложнее. Но покупая Bloodstone вы должны очень аккуратно отыгрывать на персонажа с этим девайсом. Здесь сейчас Лине ни в коем случае нельзя подставляться. Иначе в любой момент, если могут с блинков на него влететь, Никс может подрезать и будет уже не так все здорово. Тем временем появился Бриндаггер для Никса. Кажется. Казалось. Ультимейт аппарата залетал на верхнюю линию. Бриндаггер появляется для Врайткинга. Для Сэндкинга. Я помню, что у кого-то, у кого-то шнистоногов был, но хоть это и не совсем так, там другой класс, но это слишком глубоко. Изучение лора. Мы к этому вернемся, возможно, в ходе каких-то пауз. Дежафон джем задувочками, конечно, пытается отпушивать. И, кстати, атака Моузов, вражеские леса разворачиваются. Их не должны были видеть, потому что они прожимали смоки на территории без вардов. Мэйбинэкстайм, естественно, впереди планеты сей. Под Виндетти его просветили. Поймали мага в ответ. Коги ставится моментально. Есть же стан от Лины. Пытаются убить и погибает. Мэйбинэкстайм. Хроносфера по-троим. Шикарнейшая. Отвойда ультимейт аппарата. Это похор на Маузе Спортс. Да, здесь они сделать ничего не смогут. Что погибают все остаются один лишь. Только Мадара пытается убежать. Но ловить его есть, чем тот самый Блиндаггер. С ночным станогом, как я уже ранее отметил. Кингер. Цепляет Мадару. И батарейки будут подойти. Да, батарейки есть. Все хорошо. Первый раз убили. Что дальше? Ну а дальше сейчас, конечно, попытка поражать Блинд. Но это невозможно под Когами. И Мадара, конечно, должен погибать во второй раз. Он пытается играть Армлетом, но как бы ты кнопочку не можешь. Но проигрывается. Рулетка проиграна. Итак, 14-9. Моментально меняется ситуация на карте. После одной лишь хроносферы крайне успешной. Вот мы сейчас посмотрим на повтор этих событий. Поняли все. Отличная просветка от мага зашла. Тут же ситуация изменилась. Седой подходит, смотрит. Опа, ребята. Вы тут трое рядом стоите. Замечательно. Для меня там еще гриппы помогали бить Мадару. Очень и очень хорошо. Прям в одной точке находились. Это прекрасный хроносфер от Седого, безусловно. Да, ситуация была крайне-крайне провальная для команды Маус. Выбрали несколько не то место для драки. И сейчас получается 5 зарядов в ладстоуне. Дополнительных есть у Лины. Вот говорили мы о том, что нужно крайне аккуратно отыграть с этим предметом. Но получилось он наилучшим образом. И для фонжа подарили бонус. Ну а пока, друзья, есть небольшая у нас передышка. Напоминаю вам про наш конкурс. Где вы можете выиграть ДК, хук, 4 арканы и 10 тысяч скинкоинов. Для этого нужно перейти по баннеру по трансляции. Либо же ввести в чат команду в специальный знак скинкоин. И там все будет написано, что нужно делать и как выигрывать. Ну а пока мы видим, что команда Маус и Спортс не отчаивается и пытается забрать Рошана. Правда, такое чувство, что эффекты все это прочитали. Интимат аппарата уже летит и готов врываться. Нужно врываться. Врывается Скинг, врывается в виде, конечно же, курицы. Но дэмэдж-то идет. Вот что самое главное. Погибает уже Мадара. А как драться без него? Спартан вроде бы бегает. Змейки бьют. Змейки бьют Рошана. Помогай. Аэгис отдать в руки эффектов. Maybe next time. Какой-то контроль выдать. Подбирает Седой Аэгис. Очередной провал. Да. Пытались драться против пика, где драться в совершенно противопоказанном. Пытаются помочь. Да, убили клаферку, но дальше будет только хуже. Гонится за вами уже вся команда. Нет на себя парейш. Он не поможет. Скайларк без мана. Он пытается уйти, кстати. Блинк будет через 2 секунды. Главное, блинкануться в нужную сторону. Пытаться запутать противника. Успевает блинкануться. И найдут ли его? Он просто в другую сторону уходит. Совершенно точно. Но не он один. С блинком здесь подходит Седой. Есть стан. И уже. Нет, ну нечестно. Он же выиграл тот микро-момент. Обманул противника. Его все равно убили. Да. Да. Обманул противника, но под квитком. Квитком он это делал. Его замятили. И, к сожалению, ничего не получилось. Очень-очень грустная ситуация сейчас для команды Мауспортс. Все. Все начало, которые они так тщательно пытались для себя выверить, не подставлялись. С фармилии сводится все меньше и меньше позиция. Уже у Войда Синь-4 Стоунс начнет эту строчку совсем недалеко от ВК. Ну и всего лишь еще 9000 буква П. Вот Мадара собирает дезолятор. При этом дезолятор появится очень-очень нескоро. На Врейд Кинге прям не успевает он набрать необходимый вес для того, чтобы пытаться быстро убивать вражеские герои. Тем более у них уже очень много здоровья. Наш, друзья, что ж тут поелось? В случае Коносферы сейчас появилась связь с Бластом. Любой, кто подойдет, будет похоронен. Я уверен, таких просто не отпустят. Поэтому единственное, что пытаются сделать, это поспитушить все по мид-линии, где-то по нижней линии. И выигрывают хоть какие-то крупицы времени, чтобы впоследствии это преобразовать в деньги. Но, я думаю, эффекты таких не отпустят ни в коем случае. Заметили. Уже неподалеку находится есть телепорт. И Мадара любые действия будут за контринициированы. Да, подошла к попам, но это особо не поможет. Помним, что есть Коносфера. В любой момент могут ее поставить. Славил Хексидой неприятно. Но подходит Ла Фойнинджа. Есть Юлд. Нету Мадара. Стан. И Мадара погибает первый раз. Хорошо. А что делать дальше? Тут, вроде бы, пак с дабл дэмэджем, но он просто стоит в стороне и расстреливает Мадару из пулемета. Без шансов. Времастер еще и ультимейт прожал. Мак уходит из-под змея. Коносфера поставлена на Панду и Queen of Pain. Но самое главное, конечно, что погибает пак. И очередной провал. Заканчивается у нас Праймл Спирит. И очень неплохая попытка уйти. Прямо в последнюю секунду. Но, тем не менее, в очередной раз его находят. Снова драка проиграна командой Маус. Ничего не могут предоставить такой, казалось бы, уже привычной стратегии со стороны команды Эффект. Грустно это наблюдать, безусловно. Возможно, еще какую-то ошибку допустят Эффекты. Но просто по практике и по количеству их игр на предварительной стадии данного турнира они действительно нацелены на результаты. Для того, чтобы пробиваться все дальше и дальше по турнирной сетке WC-2017, естественно, если такую игру они отпустят, это будет провалом уже для них в макро плане. Там погиб еще просто на ровном месте. Ну, это уже близится к похоронам. Да, 22-11. Не дадут возможности просто WC никак здесь нафармить. Да, они давят. Они давят и будут заходить на хайграунд. Они будут просто расстреливать там, возможно, через как-то мага подошедшего просто через танк. Ну, и опять же по нижней линии пытаются также пробить вышку Т2. Я атакую. Совершенно верно. Особых проблем не предоставляют своим оппонентам. И складывается ситуация такая, что совсем никак не выбраться. И сделать вы с этим ничего не сможете. Да, попытка сейчас еще. Смогай какого-нибудь найти. Есть ли хроносферы? Нет пока еще. Есть только айс-бласты подкопы. Получится ли это реализовать? Тут бегает маг, спадает Смог. И понимаешь, что тут что-то неладно, но просветка слишком. Слишком поздно залетела просветка. Еще одна, но также не попадает. Maybe next time смог увернуться. По итогу его все-таки могут найти. А тут баш с первого удара от Седова. Ну, конечно же. Премиум аккаунты кто-то отменял разве. Как-то в одиночку сражаться. Попрометчиво сделал Седой. Сейчас немножко подпитал. Есть Хекс, есть Нос. Контроль. И Седой погибает первый раз. Это минус Аегис. Там гонятся даже за Афониджа. По-моему, Афониджа отвлекает внимание. И есть Юл. Еще несколько секунд для себя выигрывает. Но потеряет здесь вполне возможно часть зарядов из 25 в Бладстоуне. Афониджа еще догнать не могут. Приходит уже вся шобла, вся команда. И говорит, ну что, кто тут обижал нашу Лину? Это, конечно, кошмар, что они втроем не смогли убить Лину. И Седой тем временем разобрался с Квапой, понятное дело. И вернулся обратно. Хотя, казалось бы. Казалось бы, хроносферу очень неплохо можно было поставить по-троим. Но выбрали Квапу. И Квапа оказалась полезной. Ну и опять же, поднимаются на хайграунд. Абсолютно спокойно. Прожимается Глиф несколько секунд. Но не будет Брю. Не будет Queen of Pain. Еще 30 секунд. Этого времени хватит, чтобы два лайна снести со скорострельностью Афониджа, а не один. Да, есть подкоп. Но это лишь доля секунды для того, чтобы отвлечь на себя внимание. Тем не менее... Они игнорируют. Просто игнорируют. Конечно. А что им делать-то еще? Там измелька стоит. Ставятся измельки на деф. Просто на деф. Да, здесь хоть что-то выиграть. Надеюсь, измелька сейчас быстро зафармит Афониджа. Проблема надара врывается из спины. Есть поддержка у нас. Ворди как и должны быть подкопы. Но их нет. Это седовый талагу просто дальше. Маг уходит. Стоит Коги. И отступает совершенно спокойно. Да, потеряли аппарейшн, но это малая цена. Пытаются перехватить. Идут на нижний шрайн. Опять же из него врываются на мага. Хотя бы его поймать. Там уже 13 тысяч преимущества. Убиваются на хинга. Хорошо. Маг пытается также скрыться. Но есть очередной стан, который сквозь телепорт уже на базу отправляется за клокверком. Совершенно верно. Да, потеряли двоих людей. Но это, пожалуй, не столь критично. Опять-таки, снесли они в сторону. А большую ее часть. И тут появляются уже тоже весомые достаточно артефакты. БКБ для Лины. И теперь она особо не боится каких-то станов. Какого-то контроля со стороны команды соперника. И может спокойно настреливать с 25-ю зарядами в Бладстоуне. Это кошмар. Интересно, а реально найти статистику, сколько максимум зарядов в Бладстоуне было у Лины вообще? Ну, не знаю. Возможно, наш статсмен сможет как-то все это узнать. Но 25 явно не будут рекордом. Это много, безусловно. Ну, это много. Это больше среднего, наверное, скажем так. Больше среднего, да. На WCA я просто такого не видел. Ну, у нас и Лина появлялась не так часто справедливости ради. Но, безусловно, Лина обычно там, если с 18 убегает, то уже, ох, молодец она не убирает. Это, да. Это действительно страшно. Но потом... Главное не расплескать все эти заряды. И все-таки додавить соперника до конца. Потому что еще игра-то не закончена. Да, 10 тысяч преимущество за эффектами. И вроде как они ведут даже по карте, под контролем вот это все. Но... Вэкапы тоже, парни... Время пока еще есть у Maury Sports. И время-то единственное, на что им остается рассчитывать. Что вот действительно эффекты не пойдут давить и позволят удерживать экономику хотя бы на равном. Мы много раз уже отмечали, что 10 тысяч на двадцатых минутах и 10 тысяч на тридцатых, сороковых. Это абсолютно разные десять тысяч. И с ними уже можно смириться. Другое дело, что вот в последнем файте Врагинка Мадара прыгал на аппарата. Ему потребовалось четыре, то ли пять ударов, чтобы его убить. Кор против пятой позиции. Это грустно. Да, с этим, конечно, не поспоришь. И... Сейчас можно забрать святыню, которая около Рошана. Просто потому, что она мешается более всего. И с остальным уже можно идти подниматься на хайграунд. Ну, дождутся, наверное, второго Аегиса. Просто-напросто. Торпеться им пока никуда. У них есть уже те пять минут, что Рошан будет восстанавливаться. Возможно, даже быстрее сейчас. Посмотрим, насколько уходит таймер. И можно вместе с ним, вместе с сыром, спокойно подниматься на хайграунд. Ну, то есть, вот вроде появляется Солар Крест, Ушеду Шамана. Вместе с Дезолятором на Райткингейта куча минус армора на противника. И можно кого-то быстро зафокусить. Надежда, что вы так Лину поймаете, или же Вайда до того, как он успеет поставить хроносферу. Очень и очень рискованы все эти планы и надежды. Но, тем не менее, пока это всё. Можно не переживать на этот счёт. И просто давить линии всем пока ждём Рошана. Больше особо ничего делать не нужно. Но, с другой стороны, есть ультимейты. Можно попробовать, по крайней мере, как-то продавить в случае опасности. Всегда можно успеть отступить. Там у нас очень весело развлекается Никс. Я погляжу по иконке. Ему хорошо. Бегал туда-сюда, ждал Курьера, вероятно. Но он пытается. Он не дождётся его. Потому что Курьер занят важной работой. Он ждёт Рошана. Курьер работает. Он не просто так летает по карте, носит шмоточки, а потом отдыхает на базе. Он и работает. И просто постоянно подсвечивает. Ворвались на бага. И это минус Queen of Pain. Пытается на блинке как-то улететь. Но не позволили это сделать. Снова отправляется отдыхать целую минуту в таверне. И Мадару сейчас точно таким же образом можно найти. Есть подход. Успевает сыграть на блиндагере. Мадару живёт. Однако, вот из чего скажешь, прошёл у Шамана. Он уже следом за клопой сидит. А Ник всё там же. Пятьдесят секунд. Пятьдесят секунд. Не будет вашего мидера. И в Райткингу, которого просто нет ресурсов, придётся защищаться против кучи контроля со стороны команды эффект. Тебе каждый стан забросит, отзонит, от драки. И ты вообще ничего сделать ты не можешь. Я про блинку же не говорю. Мадаре вот один раз ворваться. И ты скорее всего там и останешься. А тут Юл. Стан по таймингам. До свидания в Райткинг. Экраносфера просто без шансов для команды Маузи. Поняли, что не нужно убивать особо этого даже Мадару. Убить остальных. Да, он сейчас вернётся обратно. Но в коги его посадили. Выжили ещё кисманы. Прожимается святыня просто, чтобы хотя бы выживать. И возвращается команда. Да, есть изолятор. Но урона он даже не бьёт, о чём речь. Разрывается здесь. У нас тут уже панд начинают просто расстреливать. Он вроде бы ультимейт поставил. И приходится с этим ультимейтом убегать. Святыня активирована ради Shadow Shaman. И он также отправляется в таверну. Queen of Pain вернулась. Хорошо. Сейчас попытаются как-то огрызнуться. Бараки ещё стоят. И с плюсом Queen of Pain может попробовать даже забрать Афонжи. Афонжи в инвизи уходит. Отступает. Стан ещё и Брюмастера. Зашить можно. В принципе в когах-то. Зидова убили. Бараки пока только рейнджовые снесли. Афонжи также может подставиться. Суицид просто не отдаёт бонус. Он сразу появился на базе. 25 зарядов в Бладстоуне он не был. Даже Эпицентр пытался раскастовать. Сейчас Сэн Кинг и потратил его. А вот это уже проблемка. Но опять же сейчас не добивают Сэн Кинга. Не добивают. Мага просто уходит. Потому что там крипы. С нижней линией уже. А там Афонжи вернулся на ногах. Бежит сюда. Два зарядов в Бадстоуне. Как это на ногах? На травелах он сюда вернулся в первую очередь. На травелах. Ну это же ноги. Бутс оффтрел. Вопросов нет Диз. С тобой трудно спорить. Хорошо. Так вот. Забирают Венчентов. И сейчас заберут точно таким же образом Рошана. И всё. Делать вам больше нечего. Десять тысяч урона нанесли с одной стороны. Двенадцать тысяч урона с другой. И Лина мы видим здесь выбивается конечно из всех показателей. Очень хорошо так Далафонжи на этой позиции. Ну и сейчас вся карта по-прежнему остаётся в руках эффектов. Всё зависит от того когда они захотят попробовать закончить эту игру. Линии уже запушены. Что для них невероятно комфортно. Пытаются Маузи Спортс выйти со своей базы. Хоть как-то огрызнуться. Найти какой-то быстрый фраг. Вот Мага подцепить. Но у Мага девятнадцать единиц брони. И в принципе ну всей шоблой навалиться. Да. Так это работает. И выход на Рошана где уже один Росаньяк. Немножко ну скажем так. Рошан это не то место где вам нужно воевать когда живы. Войт, Лина, Сункинг, аппарат. Эти все ребята не пустят вас за Эдисом. Ну хорошо. Разгурина Байбэк Лакверга. Там это небольшая проблема. И здесь же в Смаках попытка найти кого-нибудь. Сюда и заходит. Просто есть информация по нему одному. А остальные ждут любого выхода с хайграунда. Прямо в лапы к этому воиду. Ну и ждут. Но не дождутся. Потому что команда мало способств просто отступает. Понимает что здесь не их поле битвы. А вроде бы и не их поле битвы. А с другой стороны нужно как-то не давать Эйгис в руки противника. Потому что появится сыр, появится Эйгис. И вы точно потеряете хайграунду. Это будут мега крипы. Мэбинэк Стайм пытается как-то обойти с фланга. Видит, кстати, Арзика. Видит Мага. Мага пытается фокусить в первую очередь. И Мага получается убить очень быстро. Прыгнул, кстати, еще у нас СН Кинг. Седой здесь. Но ничего не делает. Не ставит хроносферу. Арзика также можно подцепить. Есть Вижен. Но нет центрячков. Вот сейчас выходит он из Глимер Кейпа. И должны его добивать. Здесь можно по-троим хроносферу поставить. Но Спартан идет вперед. Понимаешь, что очень неплохо можно законтролировать Войда. В результате просто разделили команду Эффект. И по одному вырезают. Есть хроносфер, но поможет ли это еще один Глимер Кейп. Они не могут определиться, кого бить. Их просто кайтят. Поймали СН Кинга. Хорошо, но за это поплатился жизнью Шедру Шаман. И вроде бы вы сами гоняли здесь Эффекта. А теперь Эффекта начинает мстить. Седой хроносферу этот не ставил. Вот только сейчас по двум таргетам. И два этих таргета отправятся в таверну. Афониджи прожимает БКБ. В слон его не поставишь. БКБ прожимается. Таган. Но зачем? Он уже умирал. Фактически Мадера тоже никуда не уйдет. Даблкил для Афониджи. И что вы будете здесь сделать? Непонятно. Телепорт в мид. И базу можно сносить. Моментальный. Моментальный телепорт конечно же от Афониджи. И падают бараки. При этом не байбэкаются. Райтинг не байбэкается кмином Пейн. Только сейчас вот они возвращаются в игру. И отгоняют Линус с этих позиций. Вновь 24 заряда в Блатстоуне. Вынудили выкупить байбэк. Здесь же попытается мэйбэнекст тайм покипить Аэгис. Но винда это скоро закончится. Я так полагаю. И... А вот Рошан падает не так быстро как хотелось бы. Тут просто его увидели. Подошли. Вместе с Гемом. И законтролировали ситуацию. И так просто не достанется вам Аэгис. Понятное дело. И плюс сыр для Афониджи. Ну и кажется, что это начало финальной, скажем так, коды в исполнении эффектов на этой карте. И будут они идти к своей победе. По крайней мере, счет 1-0 они должны для себя обеспечивать. Напоминаем, что это встреча в формате best of 3. И у мазов еще будет возможность отыграться. Здесь не получилось удержать в своих руках вот early game и mid game. После пары выигранных драк эффекты просто не отпускают карта ни на секунду. Ну здесь действительно они, когда словили эту волну, когда поймали в трансферу больше одного человека. Пять. Больше одного человека. Там было не пять. Но убили по итогу пятерых. Убили пятерых. Так, Мадара пытается ворваться. Есть у нас прямо сприт. Но поможет это. Уже почти убили. Там всегда просто в ВКБ расстанавливал. Есть баши проходят. Но не останавливаются. Потому что передумал убивать здесь ВК. Что кого будет тогда бить в таком. Просто отступают. С Айегисом и Сыром. Кайтят. Я так понимаю, что сложится не очень выгодно видимо. Мадара на лоу хп очень сильно сыграл армлетом. Но может быть развернуться и начать бить. Да, там будет замедление неприятного. Зато поплатился уже аппарат. Клопа возвращается после байбека. И да, погиб и нету возможности. У нас переродиться. Манутсы выжили. А там уже Апониджа подходит и начинает расстреливать всех оставшихся. Без байбека. И вторая хроносфера. Гуд гейм. Так уже понял после этой хроносферы, что тут сделать ты ничего не сможешь. Поздравляем команду эффект с уверенной победой на первой карте. Смогли, смогли. Они, скажем так, веру СНГ в себе поддержать, безусловно. И победить очень и очень качественно. Исполнив вроде бы стандартную стратегию, которую мы видели на WC 2017 уже очень и очень много раз. А что же сказать про Маузи Спортс? Не идет. Вновь не идет у этого коллектива. И нужно уже что-то кардинально менять. Давайте статистику посмотрим по первой карте. Возможно, все-таки стоит больше обратить внимание на пики. Ну, драфт был очень нестандартный. Да, в целом, вот пик бремастера, хорошо, у него ужасная статистика 2, 10, 5. Но, в целом, здесь у всех ужасная статистика. Это не потому, что бремастер. Это потому, что синергии между героями как таковой не было абсолютно. Второй пункт. У всех урона не больше 13 тысяч. И больше всего Клопы, понятное дело. Но на втором месте Спартан с помощью Змеек. Мадара не успел еще включиться в игру. То есть, сейчас, само Узи Спортс, они попали в такой классический капкан нынешней меты. Они рассчитывали на то, что Мадара выформит все на свете и будет в соло всю команду противника убивать. А вас выигрывают на ранних минутах и не доводят до этой стадии. Но посмотрим. Возможно, подберут какой-то ключик к эффектам в ходе второй карты. Мы будем уходить на небольшую паузу. Но перед этим, естественно, вам напомним про прекрасную новую криптовалюту, которая появилась совсем недавно. Это скинкоины, но уже набирает популярность. Можете переводить свои предметы из Counter-Strike, из Dota, конвектировать ее в скинкоины и уже их ставить на различных сайтах. И, конечно же, покупать за них предметы, которые вам конкретно нужны. Ну, а также напоминаем вам об открытии новой букмекерской конторы MakeMyBet, которая позволяет вам делать ставки на более чем 18 различных киберспортивных дисциплин. И с помощью нашей компании мы выбили вам промокод UCC, который позволяет первую бесплатную ставку в размере 7 евро сделать на любой матч с коэффициентом от 3.0. По-моему, так, если мне не изменять память. Поэтому регистрируйтесь, используйте этот промокод и тестируйте. Ну, а если вы уже затестировали и готовы сделать свой депозит, то на первые 3 депозита мы предоставляем бонус в размере 100%. Так что, друзья, регистрируйтесь, пользуйтесь и можете прямо сейчас уже делать ваши первые ставки. Ну, и также, друзья, конечно же, челлендж MakeMyBet у нас происходит. Борются все комментаторы, все аналитики студии UK&Company пытаются поднять стартовый банк в 100 евро своими прогнозами. Вот у тебя данная встреча в челлендже участвует или нет? Нет. А вот я по-прежнему верю в бывших адфинам и надеюсь, что когда-нибудь они заиграют. Это такой личный сорт Na'Vi для меня. Пускай они проигрывают, пока они вместе, пока эта пятерка не дисбандится, я буду за них топить. Ну и, друзья, посмотрим, какие будут результаты на второй карте. Пока перерыв 5-10 минут, мы скоро к вам вернемся.